Я хотел бы от всего сердца поприветствовать всех вас, сегодня собравшихся в этом зале вечером. Не прекрасно ли это, когда мы собираемся в Доме Божьем? И мы благодарны Господу за то, что Его присутствие, оно уже здесь. И за ту жизнь Божью, которую Он дает каждому из нас глубоко в сердце. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать сегодня вечером. Господь, помажь уши наших сердец сегодня. Господь, открой наш разум для Слова Твоего. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты пробудил во мне, обновил во мне дар Учителя. Дай мне помазание, быть ясным в том, что я хочу сказать. Мы посвящаем все это время Тебе. Во имя Господа Иисуса. Я верю, что Дух Святой есть у Него Слово для каждого, находящегося в этом зале. И в особенности для тех из вас, кто служит Господу в сфере деловой активности, в сфере бизнеса. Потому что Божье желание, я верю в том, чтобы излить на каждого из вас двойное благословение. В Библии само понятие двойное помазание, это то помазание, что получал первородный сын, первенец в семье. Это было знамением Божьего благословения и благоволения. И для нас это также является символом небесного царства, небесного сокровища и его богатства. Небесного богатства, которое может открыть для нас двери благословения Божьего. И это в некоторой степени, пожалуй, по-особенному близко для нас, приехавших из Израиля. Мы приехали к вам из того места, где находится гора Кармель в Израиле. И гора Кармель, она особенно известна в Писании тем, что там служил пророк Илья. У этого пророка был ученик по имени Елисей. И Елисей попросил его однажды о двойной порции помазания, о двойной порции Духа Святого. И, имея веру, обращаться к нему с такой просьбой, он получил ответ на свою веру. И я верю, что в сегодняшнем слове Господь также будет открывать нам некоторые секреты того, как получить двойную порцию. И сегодня вечером я хотел бы поделиться с вами также историей человека из Библии, человека Иосифа. И имя Иосиф происходит из еврейского слова, которое значит «я еще добавлю». И сегодня вечером мы с вами будем говорить о том, как муж или жена Божья могут быть успешными. И мы на примере Иосифа сможем с вами увидеть, что путь к двойной порции, он лежит через долину служения. Но это путешествие, оно начинается с обетования, оно начинается со сна, с видения. И ваше, и мое путешествие в Господе всегда должно начинаться с видения, с цели. Ибо для каждого из нас у Бога есть то или иное обетование. И это обетование, оно связано с тем, как Он сотворил каждого из нас, вас и меня. Каждый из нас сотворен Богом очень уникальным образом. Когда Бог творил нас, Он творил нас для того, чтобы совершить и воплотить Его план, который у Него был изначально. Еще даже до того, как мы родились, Бог сотворил нас для Своего плана для нашей жизни. Каким-то образом в этой жизни, через силу Духа Святого, и по благодати Божьей мы должны прийти к тому, чтобы открыть для себя, в чем же состоит Божий план для каждого из нас. А открыв этот план Божий для себя в своей жизни, мы должны искать веру и дерзновение для того, чтобы воплощать Его в своей жизни. Ваша жизнь в Боге начинается с Его обетования. И она начинается также с той мечты, которую Бог вкладывает в ваши сердца. Мечты или видения того предстоящего пути, который есть у Него для вас. И мы можем видеть в Библии одно из обетований, одно из обещаний, которые Бог дал семье Иосифа. Это находится в книге Бытия, 12 главе, с 1 по 3 стих. Вот то обетование, которое Господь дал им. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей от родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую Я укажу Тебе, и Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. И благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Господь обещал Аврааму и его потомкам, что он будет их другом. Он обещал, что он будет за них, он будет на их стороне. Но открыл он свою цель для этой семьи. Он открыл им свою волю, и он сказал, что в Тебе, Авраам, благословятся все племена земные. То же самое обетование было повторено позднее в книге Бытия еще несколько раз. И можно сказать, что Авраам в определенном смысле был первым служителем Божьим. Можно сказать, что Авраам был первым миссионером Божьим. Можно сказать, что семья Авраама была первой семьей, которая начала служить Богу. Потому что они были избраны служить, послужить всему миру. Во время Авраама, настолько, насколько мы можем об этом знать и судить, не было никаких других избранных Богом людей или семей. Не было никакой другой избранной Богом семьи. Поэтому давайте посмотрим на них, как на первых служителей для всего мира. И это обетование передавалось из поколения в поколение через избранных сыновей Божьих. Господь избрал сына Авраама, Исаака. После этого он избрал сына Исаака, Иакова. У Иакова было также двенадцать сыновей. Но из этих двенадцати лишь один был избран для особого призвания. Один из двенадцати сыновей Иакова был избран для особого призвания. И я верю, что в этом он также является примером для всех христиан, которые призваны идти в сферу бизнеса и деловой активности. И я верю, что у Бога для таких людей есть особое призвание, двойная порция его благословения. И когда я говорю с вами о деловой активности, или даже называю это слово бизнес, я не имею в виду, что вы обязательно должны быть бизнесменом. Конечно, это часть этого. Но это простирается и во все другие сферы общества. Это простирается в сферу образования, семейной жизни. Наука, технологии. Правительство. Во все сферы общества. Этот человек, у него было особое призвание от Бога. И я верю, что в эти последние времена, в наши дни, Господь хочет пробудить это помазание в своих детях по-новому. Потому что Господь восстанавливает истину Свою Церкви. И это призвание начинается с видения. И каждый из детей Божьих, он должен иметь определенное видение от Бога. И, конечно, в Писании мы видим столь много примеров великих мужей Божьих, у которых были великие видения или великое видение. Но каждый из нас должен иметь видение от Бога, потому что оно есть для каждого из нас. И это видение, оно состоит в том, что Бог говорит нам о том пути, который Он избрал для нас в этой жизни. Когда Он говорит нам о том пути и предназначении, который Он приготовил для нас лично. Когда Он говорит каждому из нас о том наследии, которое Он приготовил для вас и только для вас. Мы не можем жить, воплощая чье-то другое видение. И вы не сможете получить чье-то другое наследие в своей жизни. Каждый из детей Божьих должен искать, каково Божье видение для его жизни. Потому что Божье видение для вашей жизни начнет прояснять для каждого из вас, каков же мой жизненный путь. История Иосифа начинается с видения. Видение для Иосифа пришло в форме сна. Я хочу прочитать вам из книги Бытия 37 главы о том видении, которое Господь дал Иосифу, когда он был еще совсем подростком. Когда Бог начал говорить к нему, он был еще просто подростком. Let's take a look in Genesis chapter 37, verse 3. Now Israel loved Joseph more than all his sons, because he was the son of his old age, and he made him a multicolored coat. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. And his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, and so they hated him and would not speak to him on friendly terms. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Then Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. And he said to them, please listen to this dream, which I've had. Он сказал им, выслужите сон, который я видел. For behold, we were binding sheaves in the field, and look, my sheave rose up and stood erect, and behold, your sheaves gathered around and bowed down to mine. And his brothers said, are you going to rule over us, or are you going to be our ruler? And they hated him even more for his dreams and his words. So here's this young man in the chosen family. И мы видим этого молодого парня в избранной семье. A young man, a most favored young man in the chosen ministry family. Человек, парень, который был самым любимцем, он был любимцем в этой избранной семье, семье, которая была призвана для служения. But God has chosen him for a different destiny. Но Господь выбрал его для другого предназначения. And God begins to speak to him and give him this vision. И Господь начал говорить к нему, открывая Божье видение для его жизни. And he has this dream where they're gathering the sheaves in the fields and his stands up high. И он видит этот сон, когда они вместе с семьей собирают снопы, ржнут пшеницу, собирают ее в снопы, и его сноп поднимается выше всех. And the sheaves that represent his brothers, they come and bow down before him. И каждый из этих снопов является символом одного из братьев, которые приходят вокруг него и поклоняются пред ним. И Писание очень ясно говорит о том, что братьям эта идея не очень-то понравилась. Им не понравилась идея того, что один из них будет другой. And anyway, he'd already received this special coat from their father. В любом случае, уже к этому моменту, Иосиф получил эту разноцветную одежду от своего отца. Представьте, как это выглядело для Иосифа, как он воспринимал эту разноцветную одежду. Как это было в тот день, когда он вдруг показался в этой одежде перед своими братьями? Что он сказал им? Hey, brothers, look at this fabulous new coat I got from dad. Братья, посмотрите, какую одежду сшил мне наш папа. Hey, how come you guys don't have coats like this? Hey, братья, а почему у вас нет такой одежды? You mean, dad didn't give you coats too? Вы имеете в виду, что папа вам такую одежду не дал, что ли? You mean, I'm the only one? Вы хотите сказать, что я один-единственный? Вы думаете, им это понравилось? И после этого у него еще и этот сон пошел. И я раньше думал, что история Иосифа состоит в том, что нам нужна мудрость для того, чтобы держать рот на замке. И я раньше думал, что смысл всего этого написанного было в том, что ему не стоило делиться этим со своими братьями. But let's remember, these people were shepherds. They didn't live in a city. И давайте не забудем, что эти люди, они были пастухами, они не жили в каком-то большом городе. They lived out on the hills. There was nobody around. И они жили где-то там в горах, среди холмов, где нет никого вокруг. И каждый из них ходил километры куда-то в сторону для того, чтобы упасти из стада или на те дела, которые у них были. Кому же еще, как не своим братьям, он мог об этом рассказать? Кроме всего прочего, он был еще и самым младшим на тот момент в семье. До тех пор, пока не родился его брат Вениамин. Его братья были намного старше его. Они, пожалуй, для него были как герои, такие, знаете, старшие братья-герои. И я уверен, что Иосиф в глубине сердца своего он просто хотел быть одним из них. Он хотел, чтобы его старшие братья уважали его, чтобы они относились к нему с почтением. Из-за их уважения он, пожалуй, наверняка был готов отказаться от чего угодно. И я думаю, именно поэтому он показал им эту одежду, именно поэтому он поделился с ними своим сном. И мы можем, конечно, сказать, что он был молодой, такой немного эгоистичный, незрелый. Я думаю, что во всем этом были также примешаны его эгоистичные какие-то мотивы. Какой подросток не хочет быть особенным, в конце концов? Как бы то ни было, когда он сказал эти слова, они произвели совершенно противоположный результат от того, который он хотел. Написано, что они возненавидели его еще больше. И в соответствии с Библией, у него позднее был еще один солнце. И в этом сне он видел, как его звезда, она воссияла. И солнце, и луна, и другие 11 звезд, они поклонились пред ним. И когда он рассказал этот сон своей семье, то даже отца его это обидело. И они начали обличать его, ругать его за то, что он вообще рассказывает им эти сны. Но вы знаете что? Это был Бог, который говорил к этому молодому человеку. Бог говорил к нему. Он говорил ему изначально, что я избрал тебя для двойной порции. Я призвал тебя идти другим путем, не таким, каким пойдет вся семья. Ты не такой, как все, но у меня для тебя также есть что-то. Библия говорит, что его братья настолько разозлились на него, что были готовы, решили убить его. Они вывели его в пустыню. И их план состоял в том, что они должны были убить его, разодрать его одежду, замарать его кровью, и после этого принести это отцу. В конце концов, они начали спорить друг с другом и решили, что давай просто его в яму брось. И они бросили его в эту яму. И прямо в тот же самый момент появились на горизонте. Это не были те бизнесмены, о которых вы могли бы подумать. Это были измаильтяне, которые ввели своих верблюдов, караван свой, прямо в Египет. Они были бизнесменами. И они проходили по этому отрывку пустыни. И братья решили, окей, у нас здесь, похоже, нарисовывается хорошее решение. Нам не нужно будет убивать нашего брата. Мы просто продадим его в рабство. Они уведут его в Египет с глаз долой, и мы никогда больше его не увидим. И так Иосиф стал рабом. Он был уведен этими измаильтянами в Египет и продан там на рынке рабов. И там его приобрел один из служителей фараона Потифар. И Потифар привел этого раба-еврея в свой дом. И мы видим, что на протяжении всего лишь нескольких дней вся жизнь Иосифа совершенно изменилась. Он был самым благоволимым сыном в избранной семье. Теперь он странник в чужой стране и более того, еще и раб. И этот человек, Потифар, он дает ему работу в своем доме. Но мы видим уже здесь, что у этого человека Иосифа был дар. Что-то, что Бог ему дал, что было просто внутри него. И когда он начал работать, похоже, что он просто как-то сверхъестественным образом знал, как это делать. Начиная работу, похоже, он знал, что нужно сделать сначала, что потом, как выстроить порядок. И похоже, он даже понимал и различал, кто был бы лучшим человеком для этой работы, а у кого получилась бы эта работа лучше. Это не то, что он был научен, по крайней мере, насколько мы знаем, но это был дар Божий. И через какое-то время, Потифар, смотря за работой этого парня, и он увидел, что все, что бы ни делал этот раб, просто работает и успевает. Он видел, что это сразу же начинает приносить какие-то результаты. И Потифар начал поднимать его. И он дал ему больше ответственности. И уже вскоре Иосиф распоряжался всем, что было у Потифара. И наверняка в своем разуме он думал, что придет день, и я смогу вырваться из этого рабства. Если я буду хорошим работником, придет тот день, когда меня просто отпустят на свободу. И настанет тот день, когда я вернусь домой, и тогда моим братьям будет не поздоровиться. Первое, что я расскажу своему отцу, это я расскажу ему, что со мной сделали мои братья, и он по-настоящему тогда им воздал. Я уверен, что в его сердце горело изначально это желание мести. Насколько больше это желание могло возрастать, когда он восстал и поднялся, и стал самым главным практически в доме Потифара после него. Но давайте не забывать, что Египет в Библии является символом, образом коррупции, идолопоклонства, растления. Египет в Библии является символом рабства и несправедливости. В те времена это была величайшая империя в мире. И по сути мы видим, что Иосиф, он живет и работает в самом сердце духовной тьмы. И там, в доме Потифара, он столкнулся с искушением. Работа Потифара, его служение фараону заставляла его иногда уезжать, с места на место переезжать. И в один из дней, когда Потифар уехал, его жена начала искушать Иосифа. И она пришла к Иосифу для того, чтобы соблазнить его. Подумайте об этом с точки зрения Иосифа. Вот эта женщина, хозяйка дома, самая влиятельная личность в доме после Потифара. Вполне вероятно предположить, что она была очень привлекательной девушкой, женщиной. И она делает этому молодому человеку предложение. Наверняка в его голове промоскочила мысль. У нее наверняка есть власть отпустить меня. Если бы она сказала своему мужу, дорогой, отпусти этого раба на свободу. Наверняка Потифар нашел бы способ, как отпустить ее на свободу. Наверняка Иосиф думал об этом. И наверняка он стоял перед этим искушением. Но в этой ситуации мы видим, что в жизни этого человека, этого парня, было еще что-то. Это что-то от Бога. И это называется прямота, честность. Я думаю, что именно в тот момент для самого себя он понял, что честность для него превыше всего, что он должен быть честным. И в Библии мы видим, что записаны слова Иосифа. И он сказал, как я могу согрешить против Бога моего? Даже несмотря на то, что меня предали. Моя собственная семья предала меня. Даже несмотря на то, что я чужеземец в этой стране. Даже несмотря на то, что меня сделали рабом. Он продолжал знать, что Бог видит его. И Библия говорит, что он убежал от жены Потифара. Она схватила его за его жакет, за его одежду. И когда Потифар вернулся домой, то, наполненная горечью, она обвинила, она лжесвидетельствовала против Иосифа. Она сказала, этот ненавистный еврей-раб, которого ты привел в наш дом, он пытался изнасиловать меня. Что оставалось Потифару сделать? Он поверил своей жене. И Иосиф был посажен в тюрьму. Мы видим вновь этого любимца семьи, из семьи, которая избрана была Богом. Который стал странником в чужой земле. Который сверх того стал еще и рабом там. И теперь, хуже того, он стал еще и пленником в египетской тюрьме. И если вы знаете что-то в отношении тюремной системы, вы знаете, что те, кого обвинили в сексуальных домогательствах, они находятся на самом дне тюремной иерархии. И мы видим, что этот парень с самой верхушки жизни спустился на самое ее дно. И в те времена в Египте не было ни красного креста, который мог бы туда прийти, ни системы апелляции, ни каких-то адвокатов, к которым можно было бы обратиться. За такое обвинение, которое было выдвинуно против Иосифа, они просто наверняка заперли его в темницу, закрыли ключом дверь и выбросили ключ. И Библия говорит, что он, Иосиф, находился там 13 лет. В соответствии с Библией, Иосифу было 17 лет, когда его предали братья. И только в 30-летнем возрасте он вышел из тюрьмы. Мы можем смело сказать, что этот человек, он вырос в тюрьме. В определенном смысле можно сказать, что самые лучшие свои годы он провел в тюрьме. Как же он со всем с этим разбирался? Как же он жил день за днем на самом дне жизни? Никакой надежды на то, что оттуда можно выйти, никто не знал, что он там находится. Его родители верили, что он мертв. И его братья никогда бы наверняка правду не сказали. И с самого начала он наверняка знал, попав туда, он там проведет всю свою жизнь до конца. Как же он тогда разбирался с этим в сердце своем? И что-то мы о нем все-таки знаем. В определенный момент своего нахождения в тюрьме, Иосиф встал утром и пошел работать. Он встал, вышел, возможно, из своей камеры, посмотрел вокруг на то, что нужно делать, и начал делать. И в нем продолжал работать тот же самый дар. Он просто знал, что и как нужно делать. Он знал, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, а что затем. И он знал, что среди тех людей, которые окружали его, этот человек подходит больше всего для этой работы, а этот для другой. И так день за днем, просыпаясь в тюрьме, он отправлялся на работу там. И причина, по которой я все это говорю вам, Это то, что для многих из нас в нашей ежедневной деловой активности, наша жизнь может быть во многом похожа на Иосифа в этой ситуации. Вы пришли в Царство Божие с великой мечтой служить Богу. Вы пришли в Царство Божие с большой мечтой и желанием изменить весь мир. Но то, что у вас пока осталось, это работа. Либо работа в своем бизнесе, или работа на хозяинах. Работа в школе, работа в правительстве, работа в семье. И вы просыпаетесь каждое утро. И вы знаете, что нужно делать. Вы идете на работу. Но периодически вы возвращаетесь в мыслях к этому вопросу. А что же с моей мечтой? Что с моим видением? Что же я могу сделать с моим желанием служить Богу? Как я могу изменить мой мир? Не думаете ли вы, что у Иосифа были те же самые мысли? По мере того, как проходили недели, месяцы и годы. Сколько раз вы думаете, что он в голове произошло с его семьей? Он вспоминал все то, что происходило с ним еще дома, в семье. Сколько раз вы думаете, что он вспоминал свои сны? Сколько раз он вспоминал о том, что он рассказал эти сны своим братьям, матери, отцу? Ведь у него же был сон о величии. Возможно, в глубине своего сердца он понимал, что эти сны, они от Бога. Но, возможно, пришел такой момент в его жизни, когда он уже не хотел даже помнить эти сны. Потому что каким образом, думал он, эти сны могут исполниться здесь, в египетской тюрьме? Как это могло случиться? Я думаю, что в своей жизни он наверняка подошел даже к тому моменту, когда был уверен, что лучше бы у него вообще этих снов не было. В конце концов, ведь именно эти сны привели ко всем этим проблемам в его жизни. Но он научился тому, чтобы каждое утро вставать и идти на работу. И он был хорошим работником. Что он делал, все, что он делал, он делал хорошо. И Писание говорит нам, что даже то, что он делал, было так хорошо, что начальник тюрьмы заметил его. И он наверняка сказал, у нас нет ни одного заключенного подобного этому еврею. Все, что он не делает, работает. Он знает, кто должен работать, когда, он ответственный, он старательный. Он обращает внимание на детали. И он делает вещи правильно, производя результаты. И, в соответствии с Библией, Иосифа начали продвигать уже в тюрьме. До тех пор, пока Иосифа не поставили следить за всем происходящим в тюрьме. Вы думаете, это доставляло ему много радости? Я лично не знаю. Я задаюсь вопросом сам, как он мог себя в этом чувствовать. Конечно же, в те времена у них не было возможности написать письма домой. Он не мог сказать, дайте мне телефонный звонок моему адвокату. Но если бы он мог написать домой письмо, что, как вы думаете, он мог бы там написать? Дорогие папа и мама, Here's the bad news first. Плохие новости в начале. Still in prison. Я до сих пор в тюрьме. Still have a life sentence. До сих пор сижу здесь, пожизненное заключение. They tell me there's no hope of ever getting out of here. Они сказали мне, что выйти отсюда нет никакой надежды. That's the bad news. Это плохие новости. Here's the good news. Вот хорошие новости. They're promoting me now. Они меня здесь продвигают. Теперь я в тюрьме, самый главный. And that's what happened to Joseph. And as I told you, it wasn't a short period of time. Я говорил вам, что это произошло за относительно краткий, короткий промежуток времени. Его жизнь изменилась, а после этого 13 лет он провел в тюрьме. И вдруг, в конце концов, его история начинает поворачиваться другой стороной. Потому что у этого молодого человека был еще один дар. У него были сны от Бога. И у него был также дар толкования языков. Это своего рода пророческий дар. И написано, что в тюрьму попали еще два заключенных. Каждый из них оба работали для фараона. Один из них был пекарем фараона. И второй был виночерпием фараона. И виночерпи — это не просто официант фараона. Это человек, которому фараон доверял всем. Он был его советником. И виночерпи — это также был тот человек, который отпивал от чаши перед тем, как ее подавали фараону. Поэтому если бы в вине был яд, то он умер бы первым. Поэтому виночерпи должен был иметь очень большое доверие со стороны фараона. Каждый из них сделал что-то не так, и они попали в тюрьму. И у каждого из них в тюрьме им приснился сон. И Иосиф, он истолковал эти сны для них. Он начал использовать те дары, которые у него были, для того, чтобы послужить людям, которые вокруг него. И когда хлебопекарь рассказал ему этот сон, то он сказал ему, твой сон не такой уж хороший, ты отсюда не выйдешь. Потому что тебя казнят. Но когда виночерпи рассказал свой сон, Иосиф истолковал его сон и сказал, тебя оправдают, тебя выпустят из темницы и поставят на то же место. И когда прошло время, то совершилось точно так, как предсказал Иосиф. Хлебопекарь был найден виновным и казнен. И виночерпи нашли невиновным и освободили. Точно так, как Иосиф истолковал сны. И когда виночерпи оставлял темницу, Иосиф позвал его. И он сказал ему, когда ты будешь возле фараона свободным, Пожалуйста, не забудь меня, этого раба еврея, здесь в темнице, который помог тебе здесь. И в соответствии с писанием, виночерпи вернулся на свою работу и опять служил при фараоне возле него. И первое, что он сделал, Он полностью забыл об Иосифе. И Библия говорит, что прошли еще два года. Я имею в виду, может, это была последняя попытка, человеческая попытка Иосифа выбраться из тюрьмы. И в конце концов, ничего не случилось. Прошло два года. И тогда сон пришел к фараону. И это был сон, который беспокоил фараона. Он видел семь больших жирных откормленных коров. И которые были съедены, поглощены семью худыми коровами. И фараон был очень расстроен, ему этот сон не давал покоя. Но никто в доме фараона не мог истолковать этот сон и сказать, что он значит. И правда состоит даже в том, что никто даже не рисковал попытаться истолковать этот сон. Потому что в доме фараона у тебя есть только один шанс. И если ты ошибся с первой попытки, твое место в тюрьме и возможно даже казнь. И у фараона был этот сон, который никто не хотел и не мог истолковать. И тогда у виночерпи вдруг появилась великолепная идея. И этот виночерпи является классическим примером государственного бюрократа. Теперь он вспомнил этого еврея-раба в тюрьме у фараона. И он сказал, ты знаешь, там у тебя в тюрьме, фараон, сидит один еврей-раб, который скорее всего может истолковать твой сон. И это прекрасная, великолепная идея, я скажу вам почему. Потому что идея состояла в том, пусть этот Иосиф, раб в тюрьме, заключенный истолкует сон. Если он неправ, ну казним его на учетах. Но если он прав, то тогда виночерпи получит похвалу за то, что ему пришла в голову эта идея. И для этого виночерпи это беспроигрышная ситуация. И Писание говорит, что фараон послал за Иосифом, и Иосиф вышел из тюрьмы. Но теперь ему уже 30 лет. И он провел около 13 лет в тюрьме. Этот Иосиф теперь, это другой Иосиф. Это уже не тот горделивый, поспешный, скорый на слово Иосиф, который рассказывал своим братьям о своем сне. И он сразу же сказал фараону, что ответ не у меня, фараон, но Бог, Он даст тебе оттолкование. И фараон рассказывает ему сон. И Иосиф истолковывает этот сын. У тебя будет 7 плодоносных лет. А после этого твоя страна переживет 7 лет засухи. И Иосиф также понимает, что это Божий шанс сейчас для того, чтобы выйти из тюрьмы. И он дает фараону план спасения. И он говорит, фараон, ты должен приготовить весь народ для того, чтобы в хорошие годы сохранить, собрать пищу. И это, в конечном итоге, поможет всему народу выжить в годы засухи. И фараон, для этого тебе понадобится по-настоящему хороший администратор. И тебе нужен будет человек, который должен будет знать, что делать в первую очередь, что во вторую, что потом. И тебе нужен человек, который бы правильно понимал, что для этой работы нужны такие люди. Для этой работы вот этот человек, а вот этот подойдет здесь. И в соответствии с Библией, фараон сказал, Где же нам еще найти такого человека, кроме этого? И он показал на Иосифа. Где еще в своем царстве я могу найти человека, как этого, в котором есть мудрость Божья? Я имею в виду, этот человек, Иосиф, он был помазан, он был призван. Он был снаряжен, он был одарен, и это был его момент. И даже неверующие осознали и увидели призвание Божье в его жизни. Даже в языческом, несправедливом и коррумпированном Египте. Они знали, что этот человек, он честный, и в нем есть мудрость Божья. И фараон сказал, сегодня я тебя ставлю на высокий пот. Сегодня я тебя ставлю над всем Египтом величайшей империей мира. И только троном своим сказал фараон, я буду выше тебя. В один день этот человек стал министром сельского хозяйства, министром внутренних дел, министром по всем вопросам и премьер-министром. В один день его жизнь изменилась со дна, с самого невероятного дна до самой верхушки. И вы знаете продолжение этой истории. Тот сон и мечта, которые Бог ему давал годы назад, начал воплощаться. Его братья пришли из-за голода в Израиле. Они пришли в Египет для того, чтобы искать там пищу и найти там еду. И они нашли там такого строгого египетского чиновника. И они даже не узнали, что этот строгий египетский чиновник это их родной брат. Потому что он выглядел как египтянин, он одевался как египтянин. И он обвинил своих братьев в том, что они, они сыщики, они разведчики. И они испугались невероятно. Они сказали, нет, мы просто пастухи, которые пришли сюда за едой. И они поклонились перед этим чиновникам. Точно так же, как Иосиф и видел это в своем сне много лет тому назад. И вы знаете, что было в его сердце? В его сердце не было горечи, злости или мести. Где-то на своем жизненном пути Иосиф научился тому, что значит простить. Я думаю, что на протяжении первых лет пребывания в тюрьме у его сердца горело желанием отомстить. И какое-то время эта жажда мести давала ему, возможно, даже силу. Но через какое-то время эта сила была уже недостаточна. Потому что путешествие, его жизненный путь перед ним был слишком далек. Его дни в темнице становились слишком многими. И месть не могла уже больше дать ему силы совершить этот путь. И я думаю, что через какое-то время он просто хотел опять увидеть свою семью. И я думаю, что был в этой темнице также тот день, когда Иосиф молился и говорил, «Боже, если бы ты только позволил мне еще раз увидеть моего отца». Если бы ты только позволил увидеть меня моих братьев. Если бы я мог только увидеть их лица. Если бы я мог услышать их голоса. Господь, я бы простил им все. И так оно и случилось, когда он встретил своих братьев. И когда они увидели и узнали, что этот бесстрашный и строгий чиновник — это Иосиф, они испугались еще больше. Но что сказал им Иосиф? «Не злитесь и не гневайтесь даже на самих себя». И послушайте это, это точно то, что он им сказал. «Потому что не вы меня сюда послали, но Бог». Это очень-очень глубокое откровение. Этот человек Иосиф К этому времени он осознал, что 13 лет, проведенные в тюрьме, это не было результатом ошибки его братьев. Но всегда было Божьим планом для его жизни. Что Бог хотел, чтобы в своей жизни Иосиф научился вставать каждое утро и идти на работу. И Господь хотел научить его тому, что каждый день нужно идти на работу и делать ее хорошо, потому что это то, что нужно делать. Это называется «качество служителя». И Новый Завет говорит, что в Царстве Божьем нет никого большего, чем такой верный служитель. Он научился тому, чтобы вставать, идти на работу и делать ее хорошо. В чем бы эта работа ни состояла. Возможно, он подметал свою камеру. Разносил пищу другим заключенными. Мыл полы. Да, он был избранным сыном из этой прекрасной семьи. Наверняка, это выглядело как несправедливость для него. Но он научился выполнять работу хорошо. Не потому, что за это он получит какую-то благодарность или воздаяние. Он научился тому, что делать хорошую работу, в этом есть ценность самой себе. Он научился быть слугой и служителем. Вы знаете, что, я думаю, Иосиф еще научился в тюрьме? Я думаю, что он научился любить справедливость. Я наверняка уверен, что он слышал истории сотен других заключенных. Вы знаете, в тюрьме у каждого есть своя история. И никто, кто сидит в тюрьме, он, в общем-то, не виноват. Он наверняка слышал сотни историй заключенных. И я думаю, что он со временем научился также различать, кто был виноват, а кто нет. Но он научился ценить справедливость. И поэтому Бог послал его туда. Для того, чтобы разработать, для того, чтобы вырастить этот дар в нем. Для того, чтобы дисциплинировать его и научить его, наставить его. И я думаю, что я могу что-то дать вам в качестве рекомендации. Для некоторых из вас работа ваша временами, пожалуй, выглядит как тюрьма. Некоторые утром встают, возможно, думают, вау, опять на работу. И некоторые задаются вопросом, для чего все это? Где же, где же конец всего? Где же тот сон, где же та мечта, где же то видение, которое Господь дал мне, когда я спасся? И я верю, что в этом зале сегодня есть немало Иосифов. И, знаете, христиане, которые призваны в сферу деловой активности, как пастор и профессиональный, если можно так сказать, служитель, я должен исповедаться перед вами. Немногие из нас пасторов и служителей считали, что те, кто работает в мире, они равны служителям в церкви. Потому что в некоторых церквях, к сожалению, есть большая разница между теми, кто служителя, условно говоря, и теми, кто просто работает в мире. И в этом мы, как служителя, пожалуй, в чем-то похожи на братьев Иосифа. Потому что семья Иосифа была семья служителей. Но Иосиф был призван идти другим путем. Иосиф был призван к преуспеванию. Но он не преуспел в контексте служения. Иосиф был призван к тому, чтобы преуспеть в Египте. В коррумпированном, злом, идолопоклонническом и несправедливом Египте. Там Иосифу надлежало преуспеть. И я верю, что это картина для многих христиан, которые призваны на работу, призваны в деловую активность. Потому что там это не так уж просто. Это не так, как иногда в церкви, не так ли? Потому что там нужно сталкиваться с коррупцией. Там нужно сталкиваться с несправедливостью. Там нужно лицом к лицом сталкиваться с идолопоклонством. Но, подобно Иосифу, каждый из вас призван стать твердо на то, что Бог ему дал. Это Божий план для этого. Он его послал туда. Это заняло какое-то время. Это потребовало жертвы Иосифа. Это потребовало наставление и тренировки Духа Святого. Но пришел день, когда Иосиф стал перед фараоном. И у него был план. У него были способности. И он получил эту работу. И он изменил свой мир. Кроме всего прочего, в конце концов, он являлся тем, кто спас семью служителей. Потому что семья служителей у него кончилась из ресурсов. И к кому они пришли за ресурсами? К Иосифу. К принцу Египта. К своему родному брату. Он стал человеком, у которого была двойная мера. И я верю, что в этой истории мы можем видеть историю столь многих бизнесменов, мужчин, женщин, христиан. Тех, кто не призван к тому, чтобы преуспевать в служении, в музыке, там, где все так прекрасно и хорошо вроде бы выглядит. Но Бог призвал многих из вас преуспеть за стенами церкви. Перед лицом злого и развращенного мира. Но ваш успех, он невероятно важен. Для того, чтобы Царствие Божие расширялось. И Бог хочет, чтобы мы научились. Он хочет научить нас быть верными слугами и служителями Его. Он хочет научить каждого из нас, что даже когда выглядит так, как будто никому до нас нет дела, мы должны делать свою работу с самым лучшим образом. Иисус сказал, да светит свет ваш. Да светит Он перед людьми. Потому что даже если они не думают об этом, Бог знает, Бог видит. И Бог, Он работает в вас. Для того, чтобы дисциплинировать. Для того, чтобы приготовить вас. Чтобы ваши духовные дары начали развиваться. У Иосифа было несколько даров. Но я думаю, самым главным его даром был дар распорядителя или администратора. И Он обнаружил в себе этот дар не в другом месте, нигде иначе, как в рабстве. И Он развил этот дар в себе, будучи заключенным. И когда Бог видел, что Иосиф готов, Господь поднял его и дал ему власть. И я верю, друзья, что это также картина современной церкви. Потому что служителям не хватает ресурсов. Пастора и их служители, они никогда не смогут сами изменить мир. Но мир изменяется целой армией, в которой все мы находимся в Божьем Царстве. Теми, кто здесь, в церковных зданиях, получает наставление, ободрение, исцеление и ободрение. Но после этого они не остаются здесь, но выходят за стены зданий. Потому что они не призваны сюда. Но вы призваны туда, за стены. В систему образования. В семье. В школы. В больницы. В бизнесе. Даже в правительство. Возможно, даже в спорт и в сферу развлечений. В средства массовой информации. Бог призвал солдатов своей армии во все сферы общества. И когда мы реагируем на Божье призвание и следуем за Ним, подобно Иосифу. Через какое-то время, проверив нас, Бог начинает поднимать нас. И Он дает нам преуспевание. Он дает нам влияние. И Он начинает ставить нас во главе, а не в хвосте. На протяжении многих лет у Иосифа в тюрьме не было ничего своего. А после этого Он стал в один день менеджером, управляющим самой богатой страны в мире. И я верю, что для многих из вас такова она Божья история. И многие сидящие из вас, вы являетесь мужчинами и женщинами двойной порции. И у вас есть уникальное и сильное призвание. И Бог ожидает, чтобы вы приняли от Него это откровение. Чтобы вы начали учиться тому, чему Он вас учит. Для того, чтобы развивать данное вам помазание. И позволить дарам Божьим развиваться в вашей жизни. Я хотел бы коснуться сейчас нескольких факторов успеха Иосифа. И я молюсь о том, чтобы Дух Святой показал вам, как эти факторы могут относиться к вашей ситуации. Являетесь ли вы бизнесменом, бизнес-женщиной, либо, возможно, вы призваны в другие сферы общества. И Иосиф преуспел, потому что он был послан туда Богом. Каждый из нас должен быть уверен и проверять то, где я нахожусь, послан ли я туда Богом. Иногда мы знаем, что Бог послал нас, потому что в нашем сердце есть уверенность в этом какая-то. Иногда мы знаем, что Бог нас послал куда-то, потому что другой возможности просто нет. Но для каждого из нас в Божьем Царстве очень важно приносить в молитве наше призвание перед Богом. И позволить Царю Царей убедить нас, утвердить нас, доказать нам, показать нам пример того, что это Он призвал нас туда. Как пастор и служитель, я прихожу к своему Царю. И я научился тому, что я не должен подразумевать, что я всегда буду продолжать делать то, что я делал раньше. Периодически, время от времени, я прихожу к Богу, и я пытаюсь убедиться в своем разговоре с Богом, что то, что я делаю, это продолжает оставаться призванием Бога. И это то, что каждый из нас должен делать. И если вы не знаете, к чему Бог призвал вас, Я ободряю вас, призываю вас, сделайте это своей духовной работой, узнать, к чему призывает вас Господь. Потому что призвание Божье, это, пожалуй, самое ценное, что у человека может быть в жизни. Я говорил это на других собраниях на этой неделе. Каждый из нас, стоя перед Господом в день суда, мы хотим, чтобы Бог сказал нам ту же самую фразу. Каждый из нас хочет услышать от Господа, молодец, добрый и верный раб. В тот день, будет неважно, к чему Он вас призвал, но что будет важно, сделали вы то, к чему Он вас призвал или нет. Второе. Иосиф преуспел, потому что он был готов пожертвовать даже своей мечтой. Путь Иисуса, это путь через крест. Каждый из нас должен положить, сложить свою жизнь к ногам Иисуса. Для того, чтобы Бог позднее мог поднять нас вновь. Я верю, что одна из причин, по которой Иосиф в тюрьме находился так долго, потому что в нем, в его жизни, в его сердце должно было произойти изменение. Его мечта, его цель должна была измениться. Его мечта о величии собственном должна была умереть. И тогда это стало уже Божьей мечтой, живущей в нем. Я повторю это. Его мечта должна была умереть. И тогда эта мечта стала Божьей мечтой и Божьим планом в его жизни. Ваши планы, планы каждого из нас, должны умереть. И когда эти планы уже не будут моими планами, у них тогда есть возможность стать Божьими планами. Ведь мы не работаем для того, чтобы построить свое царство. Мы следуем его наставлениям по мере того, как Бог строит свое царство. Третий принцип Иосиф преуспел, потому что на нем пребывал Божий Дух. И благодаря Божьему Духу в его жизни он обрел благоволение. Бог дал ему мудрость. И Бог открыл перед ним двери. И я верю, что неважно, неважно, куда мы призваны, для Божьего народа необходимо собираться вместе. Для того, чтобы славить Господа вместе. Молиться вместе. Чтобы мы вместе могли получать помазание Божьего. Будучи и исполняться Духа Святого. Исполняться того Духа, который направляет и ведет нас по пути успеха, когда мы уходим из этого здания. И работа пасторов, моя, вашего пастора, это снаряжать вас, ободрять, назидать вас. Приготовить вас, молиться за вас. И дать вам возможность прийти в то место, где вы могли бы исполниться Духом. И четвертый принцип в том, что Иосиф преуспел, потому что он развил в себе сердце служителя. Без Божьего характера в нашей жизни, неважно, насколько мы одарены. Неважно, насколько сильно в нашей жизни Божья призвана. Неважно, каковы они те прекрасные вещи, которые Бог приготовил для нас. Без готовности служить смиренно, без подобия Иисуса в нашей жизни, все это не придет. Я не могу стоять перед вами, как ваша учитель, если я имею в виду этого характера в мне. Я не имею возможности, не имею права становиться перед вами, как ваш учитель, если в моей жизни этого нет. Мое служение должно быть больше, чем только слова, которые я говорю. Я просто обязан, чтобы в моей жизни был пример такой, о котором я говорю. Но то же самое справедливо и для каждого из вас. И если вы хотите, чтобы ваше призвание работало и приходило в вашу жизнь, тогда каждому из вас также необходимо, чтобы в вашей жизни отображался характер Иисуса. Вам нужно, чтобы ваше сердце было искренним сердцем служителем, смиренным сердцем, святым и честным. В этих словах кроется вся история Иосифа. И я думаю, что именно для того, чтобы в его жизни все это было, он провел тринадцать лет время. Если для кого-то из вас ваша работа сегодня выглядит и похожа на тюрьму, ободритесь примерами Иосифа. Потому что Бог сейчас, Он работает в вашей жизни. Он не забыл вас. Он не забыл то видение, которое Он дал вам. Он не забыл ту мечту и тот сон, который Он вам дал. Будьте подобны Иосифу. И Бог сделает вас мужчиной или женщиной, у которых будет двойная порция благословения. В конце концов, у Иосифа в Египте родились два сына. И позднее, когда израильтяне пошли в землю обетованную, каждый из сыновей Иосифа получил наследие свое. Это единственный из двенадцати братьев, который получил двойное наследие в земле обетованной. И я молюсь о том, чтобы каждый из вас также стал мужчиной или женщиной двойной порции благословения. Это прекрасное обетование, которое у Бога есть для нас. Для тех людей, которые не призваны сюда на сцену, но которые призваны выйти в Египет этого мира и преуспевать там для Иисуса. Я хочу помолиться сейчас с вами. Давайте склонимся в молитве сейчас. Господь, я хочу поблагодарить Тебя за весь Твой Божий народ здесь. Я благодарю Тебя, Господь, за всех Иосифов в этой комнате, которые служат Тебе на рабочих местах своих день за днем. Господь, я благодарю Тебя за мужчин и женщин, находящихся в этом зале, которые научились тому, чтобы вставать рано утром и идти на работу. Господь, я прошу, чтобы Ты высвободил Дух освежения. Господь, пошли Дух веры, надежды, любви на них. Чтобы они знали в своем сердце, что ни один из дней, которые они служили Тебе, не прошел даром. И что та мечта, которую Ты дал им, и то видение, которое было у Тебя в сердце, когда Ты творил каждого из них, это исполнится в соответствии с волей Божьей. Господь, дай им силу и долготерпение. Дай им терпение и любовь. Дай им способность прощать. Прощать даже тех, кто предал и ранил их. Потому что никто не может разрушить их жизнь. Если они посвящены тому, чтобы ходить путями Божьими. Господь, я молю Тебя, я хочу молиться о помазании, которое сошло бы на этих Иосифов. Чтобы они вышли в Египет этого мира. И нашли успех в Египте, который в Киргизстане. Чтобы они нашли успех в Египте, бизнес-сфере у Бишкека. Чтобы там для них открылось их помазание. Чтобы там они нашли воплощение Божьих целей. Чтобы там они нашли духовную власть и успех. Чтобы там, Господь, ты сделал из каждого из них мужчину или женщину двойной порции благословения. Благослови их сегодня. Наполни их Духом Своим. И я молю, Господь, чтобы ты покрыл их Духом Своим Святым. Во имя Иисуса. Я хочу спросить, есть ли кто-то в этом зале? Который говорил, Господь, Ты же говоришь ко мне сегодня. Это проповедь для меня. Дай мне то, в чем я нуждаюсь. Ты знаешь, где я. Ты знаешь, что я делал. И, Господь, я хочу знать так же, что и от Тебя не сокрыто, куда я иду. Господь, я хочу знать, что Ты встретишь меня там. Что Ты поможешь мне дойти. Что Ты будешь работать в моей жизни. Для того, чтобы воплотить ту мечту, которая была у Тебя для меня. Мечту, которую Ты имел, сделая меня, мужчина или женщина. Если это Вы, я хочу, чтобы сейчас мы начали возносить свои голоса Господу. И давайте говорить это как личную молитву. Когда Вы возносите Господу молитву, я хочу, чтобы Вы молились за свою работу. За свою семью. За те испытания, с которыми Вы сталкиваетесь. Я хочу, чтобы Вы приносили Богу в молитве все то невозможное, с чем Вы сталкиваетесь. Поздайте это все Богу сегодня. Я не хочу, чтобы Вы сегодня ушли из этого дома, не рассказав Богу о том, с чем Вы сталкиваетесь. Давайте сегодня заниматься серьезным делом с Богом Отцом. Чтобы Вы говорили к Нему в Духе и в Истине. И я хочу молиться, чтобы Господь ответил на каждую из Ваших молитв. Ибо Господь знает каждого из Вас лично. Он знает, где Вы живете. Он знает, где Вы работаете. Он знает, что Вы делаете. Он знает, что Вы проходите. И Он знает, что Он хочет из Вас извлечь. Он знает, куда Он хочет Вас привести. Мы лишь должны посвятить себя Богу для этого. Чего бы это ни стоило. Чего бы это ни заняло. Мы придем к тому, к чему Бог нас ведет. Чтобы Вы совершили то, что Бог хочет, чтобы Вы совершили. И чтобы та великая мечта, которая была у Бога, когда Он творил вас, совершилась. Давайте возносить Господу наши руки и голоса. Просто молитесь сейчас Господу. Господь, да и зайдет Твой Дух на нас сейчас. Услышь молитвы Твоего народа. Господь, услышь крик каждого сердца. Господь, услышь просьбы наших ушей. Мы взываем к Тебе, и вот Ты великий Бог. Ты Бог, который держит обетование. То, что Ты обещал, Ты воплотишь. Тот завет, который Ты совершил с нами, Ты совершишь. И мы взываем к Тебе сейчас, Господь. Ответь на молитвы Твоего народа, Господь. Господь, ответь на их просьбы. Исполни Твою мечту в их жизни. Услышь крик их сердец. Господь, дай им в том, в чем они нуждаются. Дай им то, чего они желают. Во имя Иисуса. Во имя Господа. Давайте взывать Господу и держаться с Богом. Возьмите, схватитесь за Господа сегодня. Не позвольте Ему пройти мимо. До тех пор, пока не получите благословение. Ухватитесь за Его одеяние. Держитесь за Господа. Потому что в Нем есть ответ на все ваши просьбы. Все, в чем вы нуждаетесь. Он освободит вас. Он выведет вас из вашей темницы. Он исцелит вашу болезнь. Он исполнит свою мечту вашей жизни. Он спасет вашу семью. Он приведет вас к успеху. Он даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Все, если мы только будем держаться за Иисуса. Он сделает вас мужчиной или женщиной двойного благословения. Он сделает вас мужчиной или женщиной своего благословения. Давайте благодарим сейчас Господа. Давайте благодарить Его. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за Твою благость. Спасибо за то, что Ты никогда не подводишь. Спасибо, Господь, за то, что Слово Твое никогда не пройдет, мы не исполнили. Небо и земля придут, но Слово Твое никогда не пройдет. То, что Ты обещал, Ты сделаешь. Ответь нам сегодня, Господь. Мы благословляем Тебя сегодня, Господь. Спасибо тебе, Боже. В Твоем имя Иисуса. Аллилуйя. Я хочу помолиться еще одной простой молитвой. И что Бог сделал в вашем сердце, что Он вложил в ваш разум, я хочу помолиться о том, чтобы Он запечатлел это там, закрепил это там. Чтобы это не было похищено врагом. Чтобы семя Его Слова не было заглушено заботами и беспокойствами этого мира. Давайте положим руку на сердце каждой. Иисус сказал, что наши сердца должны быть подобны доброй почве. Слово же Божие, оно подобно семени, которое должно быть посеяно глубоко в добрую почву. Тогда это семя пусть в корни. Тогда оно вырастет. И принесет плод в 30, 60 и во 100 крат. И Дух Святой, мы молим Тебя, чтобы Ты укрепил это Слово в наших сердцах. Чтобы то, что Ты говорил сегодня каждому из нас, Духом Своим Святым. Я молю, чтобы это семя, оно пало глубоко в землю наших сердцах. Глубоко, глубоко в землю. Возможно, какое-то время это будет выглядеть, как будто ничего не происходит. Но это семя, оно пустит корни. И в свое время оно прорастет. Прорастет дерево двойного благословения. Дерево, смысл которого приносить плод в нашей жизни. В них в жизнях некоторых в 30 крат. В жизнях некоторых в 60. В жизнях других даже во 100 крат. Господь, сделай народ Твой народом, приносящим обид и плод. Господь, помоги им в этом большом испытании. Здесь, в Бишкеке. Здесь, в этом народе Киргизстан. Потому что этот народ сейчас проходит большие испытания. Этот народ прошел через большие изменения. И большие изменения еще впереди. Но у Бога есть прекрасный план. И у Него есть благие обетования. И я верю, что эти мужи и жены Божьи, они будут частью воплощения Божьего плана. Господь, мы благодарим и благословляем Тебя во имя Иисуса. Да благословит вас Господь. И мы благодарим вас еще раз за ваш прием.